Сегодня в этой студии с вами я, Ирина Чекунова, а сейчас представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, Евгений Николаевич Калёкин, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта, начальник штаба регионального отделения Юнармия Тверской области. Женя, добрый день. Здравствуйте. Марк Дмитриевич Ефременко, региональный координатор Всероссийского общественного движения, волонтёры-медики в Тверской области. Марк, здравствуйте. Добрый день. Татьяна Николаевна Арсеньева, руководитель Центра развития молодёжных волонтёрских программ Тверского государственного университета, руководитель клуба «Мы вместе». Татьяна Николаевна, здравствуйте. Добрый день. И Анна Сергеевна Филимонова, региональный руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Аня, здравствуйте. Добрый день. Уважаемые друзья, сегодня, как вы поняли, мы вновь говорим о волонтёрском движении. Давайте начнём, наверное, с того, что показала первая половина этого непростого года, тревожного года, да? Когда был ряд ограничений, так называемая первая волна пандемии, когда помощь волонтёров была крайне необходима. Женя, с вас начнём. Да, Ирина, спасибо. Вопрос, конечно, сейчас опять назрел в том же ракурсе, что мы возобновили клуб «Мы вместе», и началась его работа. С той недели, с понедельника мы начали принимать заявки на горячую линию, на федеральную, и начали же обрабатывать. Сейчас, на данный момент, на сегодняшнюю минуту 24 заявки поступило, а это рецептованные лекарства и доставка продуктов питания маломобильным гражданам. Давайте сразу, Женя, ещё раз обозначим, итак, что доставляется, то, что вы назвали, это лекарства, это продукты, что-то ещё есть в списке? Нет, в списке только именно продукты по желанию заказчика, можно так сказать, да, то, что ему хотелось бы видеть, оговаривается сумма, оговариваются продукты, какие человек хочет получить, и потом уже с возвратом денег волонтёры привозят ему данные продукты. Ну, как мы рассказывали, когда встречались мы, наверное, весной этого года, мы встречались, как раз рассказывали, уже казалось бы, вот она всё, как бы волна подходит к концу пандемии, можно вздохнуть спокойно, и мы, конечно же, не ожидали, что мы вновь этим составом встретимся в этой студии, да, и будем говорить о тех же проблемах, да, но сейчас цифры несколько другие, к сожалению. Да, цифры сейчас другие, и поэтому мы сейчас призываем граждан, уберечь себя и своих близких, носить маски, обрабатывать руки антисептиком, и поменьше, как говорится, находиться в общественных местах, на расстоянии, на дистанции соблюдать полтора метра минимум. Мы сейчас можем озвучить телефон вот так вот на память, куда можно звонить и подавать свои заявки? Давайте ещё раз скажем жителям региона, напомним этот телефон. Телефон федеральной горячей линии – это 8 800 200 34 11. 8 800 200 300 14 11. Запоминайте, уважаемые друзья, итак, кто в основном являются, что называется, клиентами, назовём так, конечно, слово не очень красиво, но кому вы помогаете? Это какая основная группа возрастная? Вы знаете, вопрос в том, что волонтёры, которые разводят продукты питания и рецепторные лекарства, это ребята, которые сейчас на данный момент ещё учатся. То есть они в отрыве от своих занятий, от учёбы, в своё личное время занимаются волонтёрской деятельностью. И поэтому хотелось бы видеть, чтобы люди понимали их загруженность, их значимую работу, когда они проводят данное управление. Я считаю так, что сейчас очень много служб доставок во многих магазинах, которые сами готовы привезти те или иные продукты. То есть это стоимость более 1000 рублей или более 2000 рублей, когда есть заказ, то привозят им бесплатно. А ребята возят именно тем людям, которые оказались в данной ситуации, это маломобильные, это уже пенсионеры, старики, инвалиды, которые просто-напросто или сотрудники соцзащиты им помогают, но в данный момент в условиях коронавируса необходима и другая помощь. И поэтому ребята приезжают к ним. И мы ещё раз сегодня говорим о том, что это как раз та группа населения, кому не рекомендовано выходить из дома. Кто вынужден сейчас оказаться в такой группе риска и своеобразная такая домашняя ловушка, но, к сожалению, это так придётся потерпеть. Давайте несколько слов скажем о самом клубе. Что это за клуб «Мы вместе», в каких регионах России он ещё существует. То есть мы не единственная, да, Таверская губерния, где существует такой клуб. И когда он появился на свет, такой клуб, это, что называется, требование времени. Татьяна Николаевна, вы несколько слов скажете. Да, я могу сказать. И что не дополняет, как чему. Конечно, конечно. Клуб «Вместе» — это продолжение акции всероссийской «Мы вместе». Вот когда у нас началась пандемия весной, то была объявлена по инициативе трёх крупнейших всероссийских организаций. Это волонтёры-медики, это ассоциация волонтёрских центров и это Общероссийский народный фронт. Вот третьей организации объявили акцию, в которую попытались вовлечь максимально всех своих активистов, волонтёров, для помощи населению, о котором сейчас говорил Евгений. И опыт реализации этой акции на первом этапе пандемии показал, что это настолько эффективное было решение, что включились не только волонтёры, а в работу штабов, которые были созданы в рамках акции, включились вообще очень многие люди, не обязательно волонтёры. Кто-то готов был пожертвовать временем, но кто-то не мог пожертвовать временем, здоровьем, но мог оказать благотворительную помощь, выделить средства, выделить транспорт, выделить какие-то продукты и так далее. Тут всё, да, важно, здесь вообще мелочей не бывает в этой работе. И показала тогда ситуация, что это не только волонтёрская акция, мы вместе, это мы вместе все, кто хоть как-то готов в этом принять участие. И уже летом этого года наш президент сказал о том, что самый хороший формат продолжения акции – это действующий проект. То есть теперь мы уже не говорим об акции, мы говорим о том, что в России существует проект «Мы вместе». Долго играющий, назовём его так, да, не на один год, не на один месяц, возможно. Пандемия стала толчком, которая показала, что люди готовы помогать друг другу, помогать той территории, в которой они живут. И поэтому лучшей формой организации было рекомендовано президентам, что это будет клуб. То есть это не какая-то организация, имеющая стройную, имеющая какую-то жёсткую структуру, а это действительно форма, когда любой желающий может войти, выйти. Готов я чем-то помогать, я становлюсь участником клуба. Случилось у меня другие обстоятельства в жизни, значит, я могу выйти из клуба. И поэтому регионы подхватили эту идею. Инициаторами остались создания клубов, также три наши крупнейшие организации, которые мы здесь представляем. И первые шаги осенью начали предприниматься на территории многих регионов России. То есть были созданы советы, в которые вошли все те активисты, которые работали в рамках акции «Весной». И в ближайшее время мы будем проводить уже встречи клуба, на которые может прийти любой человек, который готов чем-то помочь, как-то принять участие в этой акции. Татьяна Николаевна, я вынуждена вас прервать. Сейчас на небольшую рекламу переключимся. И вновь продолжим этот разговор. Уважаемые друзья, не переключайтесь. 300-190, телефон эфира. Еще раз здравствуйте, друзья. В эфире программы «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190. Задавайте свои вопросы. Сегодня обсуждаем волонтерское движение в Тверском регионе. Татьяна Николаевна, говорили о установлении клуба «Мы вместе». Буквально в этом году клуб встал на ноги. Вернее, так вот он укрепился уже, можно сказать. Я так слышу о том, что есть в названии слово «клуб». Это подразумевает собой, что люди не только вместе выходят на общественную, волонтерство – это же общественная работа, но и проводят вместе вечера, праздники, каким-то образом общаются и проводят досуг вместе. Такое есть. Ну, вы знаете, вообще, клуб «Мы вместе» – это все-таки в большей степени тоже волонтерское движение и продолжение волонтерского движения. А если говорить о волонтерском движении в целом, вот мои коллеги сидят, они всегда скажут, что волонтерское движение – это не только какая-то острая ситуация, помощь. Это сообщество единомышленников, которые, безусловно, встречаются не только на работе. У них есть общие праздники, у них есть общие интересы, у них есть общие какие-то программы, форумы. И те, кто вступает в волонтерское сообщество, они знают, что это не только я кому-то что-то сделаю. У меня другая совершенно новая, интересная жизнь, и я ощущаю себя совершенно другим, значимым человеком в этом мире. Поэтому вот у нас так получилось, что Тверской государственный университет предоставил базу для встреч клуба, и я думаю, что наши встречи будут проходить, наверное, в большей степени на базе Тверского государственного университета. Но это не значит, как по опыту других клубов в других регионах, что мы не можем встречаться где-то на других площадках. Ну, например, вот есть опыт в других регионах, в Москве, например, когда предприниматели, владельцы кафе, ресторанов говорят, что я вот готов включиться в эту работу, я хочу самых таких активных людей поблагодарить, пригласить к нам в ресторан. На чашечку кофе. На чашечку кофе, заодно вы обсудите проблемы, работу, и в то же время я готов внести свой посильный вклад в работу вот этого клуба. Ну, давайте мы сейчас еще подальше чуточку в программе пригласим. Вот я, продолжая вашу тему, Татьяна Николаевна, хотела обратиться к Марку. Вот у вас непосредственно, как подбирался волонтерский состав волонтера-медики? Ведь сейчас именно на медицинского работника, это самый главный акцент, все на вас смотрят с надеждой. У нас состав подбирался, ну, если мы берем сейчас первый этап нашей работы, первый этап, так сказать, пандемии, у нас состав подбирался следующим образом. Мы взяли ребят, по большей части, старших курсов, которые уже имеют опыт, да, опыт и медицинские знания у себя. И, соответственно, их мы в первую очередь брали, потому что работа предстояла тяжелая. Это и общение с пожилыми и маломобильными людьми, а также получение всех лекарственных препаратов в лечебных учреждениях нашего города. А это связано достаточно с большими бюрократическими моментами, так сказать, которые имеют медицинский уклон. Сразу поправлю, Марка, вот вы сказали, мы брали, вот такое выражение у вас применение. Ведь человек туда вступает в это волонтерское движение исключительно. Естественно, по своему желанию. То есть вы не можете так вот по стойке смирно, да, встать себе по росту и сказать, вот ты пойдешь, ты пойдешь, ты пойдешь. Нет, такого нету. Здесь имелся в виду тот смысл, что волонтеров было достаточно большое количество желающих. Да, было из кого выбирать. Да, было из кого выбрать, и поэтому мы старались выбирать тех, кто с этим справится. Потому что, ну, ребята с первого курса, да, у нас был опыт, что у нас мальчик-первокурсник работал, достаточно хорошо со всем справлялся, и нас это радует. Ну, а брать всех первокурсников, которые только что выпустили все школы, для нас было немножко рискованно. А вот такая помощь, как помощь, может быть, санитарская помощь, может быть, просто поднять, чисто мужская вот такая физическая сила, она нужна при работе, бывает? Она достаточно, вот, во время доставки продуктов, лекарств, естественно, она нужна, потому что иногда наши жители региона заказывали и по 10, и по 15 килограмм продуктов за раз. Это на будущее называется, чтобы был запас. С запасом, да. С запасом, но это у нас уже, наверное, генетически у русского человека, да, нужно, чтобы был запас такого вот долгоиграющего продукта. С лекарственными препаратами это тоже постоянное хождение по поликлиникам, по кабинетам, и при этом дальше собирались достаточно большие упаковки и коробки этих лекарств, и также они были нелегкими. Поэтому здесь применялась, как бы, тяжелая сила. Вот, а также еще сила была необходима, когда происходило переоборудование госпиталей ковидных, в котором мы постоянно принимали участие. Это тоже ваше участие? Это тоже наше участие, вот, буквально на прошлой неделе на базе Калининской ЦРБ, на базе их госпиталя инфекционного открывалось детское отделение, и наши ребята также целый день там его отмывали, переставляли. Ну, слава богу, открылся в субботу, в пятницу мы все делали. Вы знаете, в основном молодые люди, Марк, или девушки тоже, кто больше, это парни, девушки у вас? Здесь, поверьте, соотношение всегда почти 50 на 50. Участие принимают все, вот, потому что это студенты медицинского университета, и здесь все понимают, что если это сделают не они, то это может быть не сделано и понесет плачевные последствия. Были какие-то панические настроения среди вашего брата, что, ой, я туда не пойду, это все-таки красная зона, мне надо быть там на острие, что называется, это опасно? Среди волонтеров я могу сказать вам, даже ответ не давать на этот вопрос, а просто сказать пример, что почти все ребята, кто имеет возможность, имеют сертификат среднего медперсонала, ушли работать в красную зону в ковид, а очень достаточно большое число тех, кто не имеет еще сертификат, пошли работать с санитарами. И у нас почти, ну, огромный процент студентов, кто работает сейчас в инфекционных госпиталях. Марко, много ли студентов объединило в себя волонтеры-медики? На базе университета сейчас это 775 человек. Ой, это целая армия, это достаточно много, да? А собираетесь, когда вот Татьяна Николаевна сказала, что на базе Тверского государственного университета представители и волонтеров-медиков туда приходят? То есть, приходят все, да? Конечно, а как же. Ну, вы не эти 700 с лишним человеком, вы просто представители, у вас делегаты, да? У нас, знаете, в нашей организации существует иерархическая структура, как в федеральном уровне, так и на местном уровне. У нас есть региональные координаторы, координаторы рабочих направлений, ровно копируя федеральное наше руководство. У нас все прописано в уставных документах, у нас такая структура выстраивается. Марк, вы кто по профессии? У вас сейчас шестой ведь курс, да? Шестой курс педиатрического факультета. Шестой курс педиатр, да, Выточка? Вам помогла вот эта вот работа волонтерская? Как вы думаете, будет она необходима для дальнейшей профессиональной работы? Она, конечно же, помогла, потому что это и колоссальный опыт общения с людьми, это достаточно большое количество полученных новых знаний медицинских, потому что волонтеры-медики, помимо того, чтобы помогать сейчас во время пандемии, это постоянно обучение на различных конгрессах научных. Даже если научные конгрессы, то есть это на уровне России сделано все для обучения? Это больше всего на международном уровне уже сделано, потому что, например, ежегодные конгрессы педиатров, которые проходят в Москве, на них всегда есть площадка волонтерской помощи детям, в педиатрическом звене помощи волонтерской. И мы эти конгрессы можем посещать, естественно, не только свою тематику, но и все остальные новые передовые конференции в рамках конгресса. Кстати, за пределами Российской Федерации существует такое волонтерское движение? Какой-то опыт уже наработан или в чем-то Вы прокладываете дорогу вновь в своей работе? Мне кажется, мы прокладываем дорогу вновь, потому что таких вот больших организаций, которые объединяют такое огромное колоссальное количество людей, наверное, нет. Но, по крайней мере, в медицинском добровольчестве точно. Ну, Красный Крест можно считать подобной организацией, но они все-таки менее волонтерство, они более гуманитарная помощь. А в медицинском волонтерстве таких международных опытов, таких огромных организаций нет, потому что наша организация уже открывает страновые офисы. Ну, так сказать, есть региональные отделения, а теперь есть они и в других странах. В странах СНГ, в странах Азии уже открываются офисы. — Татьяна Николаевна, Вы видите перед собой, что называется, подрастающее поколение, да, многие, вот за этим круглым столом мы много рассуждали на тему патриотического воспитания и национальной идеи, которая объединит народ. И часто говорили, вот, раньше молодежь была такая, не то, что теперь, вот, раньше, да, выпало на долю. Что Вы сейчас можете сказать о наших молодых людях, тех, кто пришел на смену ветеранам? — Ну, я могу продолжить то, что говорит Марк, он сказал о движении волонтера-медики, а у нас есть еще одна мощнейшая Всероссийская организация Ассоциации волонтерских центров, это тоже молодежная организация, потому что туда вошли в основном представители высших учебных заведений, средних, профессиональных учебных заведений, это наша молодежь, огромное количество студентов. Вот, в данный момент, я оторвалась, идет форум Всероссийских студентов в рамках вот этой организации. И сейчас мы говорим о том, что вот за последние несколько лет, начиная с 2018 года, когда был Всероссийский год добровольчества в стране, добровольчество стало, наверное, той национальной идеей, которая объединяет нашу молодежь, которая формирует ту социальную активность, те патриотические качества, которые востребованы именно вот сегодня, когда человек, когда его не просто призывают, а когда он видит, где конкретно он может быть полезен, и его деятельность проходит через его сердце. И мы видим, что на сегодняшний день наша молодежь, ну вот рядом с нами сидят студенты, а мы с ними работаем каждый день, мы видим, что они очень и очень активны, они очень заинтересованы в том, чтобы та страна, тот город, тот поселок, в котором они живут, сделать лучше, и они готовы в этом очень активно участвовать. Это совершенно замечательно. Ну сколько можно уже и хаять, и ругать, да? Уже вот реальная сила. Очень хорошо, что сегодня прозвучало вот это понятие национальной идеи, потому что там некоторые теоретически ломают голову, что же это такое, чтобы нам такое написать в национальной идее. А вот молодежь поднялась, да? Жень, ну вот вам даже приходится работать и с молодежью, и со всеми маленькими, это юнарами. Каково вот это, вот снова окунуться своеобразно в мир детства и юношеское? Ирина, да, мы уже много передач говорим о том, что патриотизм сейчас набирает обороты, не в том смысле, что мы его навязываем, просто сами ребята уже приходят в это движение юноармейское и хотят стать юноармейцем, потому что они видят, что они могут что-то сделать лучше для своей страны, для ее развития, для дальнейшего улучшения даже вокруг себя, быта. Они участвуют в экологических субботниках, они участвуют в жизни школы, класса своего, да? И вопрос в том, что, как мы уже говорили, что это не обязательно ходить в стройку. И здесь и диктанты, и различные слеты, и различные форумы. Вот у нас будет сейчас слет «Я патриот», да? И каждый там на площадках будет делиться своим опытом приобретенным и получить что-то взамен от кого-то. Поймите, здесь сейчас нет речи о том, что если мы говорили, что вот молодежь какая-сякая, да, там и так далее, вот эта пандемия, да, первый этап, который был, работаем мы вместе, он именно показал, что поднялась-то молодежь, поднялась молодежь. Это как вот мы сейчас говорим, уважаемые друзья, как вот про военные действия, да? Вот как будто в атаку с криком «Ура!», а так оно и есть. Совершенно верно. А если бы не они, то кто бы вот это все делал? Никто. Можно так сказать. Потому что кто помог бы ветеранам? Вот мы говорим о том, что если раньше о ветеранах могли, как говорится, забывать, да, то сейчас сами волонтёры и сами юноармейцы, они уже приходят, и они уже берут шествование ветеранами. Они моют окна, приносят продукты. Но об этом больше... Сразу, да, сейчас с Масанечкой поговорим, сразу вспоминается Тимур и его команда. И, кстати, вот те, кто вырастает вот из юноармии, они, скорее всего, вот имеют такой опыт. Это же будущее пополнение волонтёрской решения. У нас как раз была программа, да, сейчас вот в ближайшее время выйдут именно вот такие вот ролики на нашем форуме «Я патриот», начиная, как вы уже говорили, от самого маленького, прошедшего вот этот курс в юноармии, в патриотических клубах, потом до последнего поступления человека. Вот сейчас, ребята, кто-то военное училище, кто-то в медицинский институт, кто-то в университет, стать преподавателем, кто-то доктором, как я уже сказал, да, кто-то военным. Здесь речь не идёт о том, что обязательно все должны стать дружьё. В юноармии именно люди, люди, которые волонтёры, да, они становятся тем, куда их зовёт душа, их зовёт профессия, которую они выберут. Это важное слово «душа», да, прозвучало? А так, Женя, вы говорили относительно, да, вот сначала так, так, ступенечки. Ну, вот сразу у меня, вот как нас воспитывали, октябрёнок, пионер, комсомолец, и дальше в жизнь. Ну, берём всё хорошее. Всё хорошее, ничего плохого не было. Аня, несколько слов о вашем движении. Вот мы уже встречались, говорили о том, как начинался год. Тогда казалось, что всё впереди. Впереди бессмертный полк, впереди парад победы, 75 лет победы, да, тем не менее, ну, жизнь сложилась вот так. Сколько волонтёров объединяет волонтёры победы? Ребята, какие, откуда они? Да, у нас всё-таки это тоже всероссийское движение. Наш, как раз-таки, Тверской регион объединяет 1200 волонтёров победы. Ну, практически во многих муниципалитетах мы есть. Там тоже активисты ведут деятельность непосредственно с ветеранами. Поскольку у нас сейчас, как раз-таки, запущен такой проект мобильной бригады помощи, это обеспечение всех ветеранов, участников, инвалидов мобильными телефонами и бесплатной пожизненной сотовой связью. Да что вы! Да. А это же, ну, к сожалению, ветеранов-то мало осталось. Но, тем не менее, тем более, что каждый нуждается в поддержке. Да, тем более сейчас позвонить сложно. Всё-таки мобильные телефоны всегда под рукой. Набрали номер, типа, есть специальная кнопка SOS на всякий случай. Всё, мы понимаем. И именно такие телефоны, где видно, да, вот кнопочки? Большие, кнопочки. И удобно, чтобы всё было понятно. А как вы составляете списки? Или у вас уже изначально есть списки ветеранов? Нет, мы работаем как раз с Министерством социальной защиты. Они нам предоставили все списки. Потом совместный всё-таки проект – это с партией «Единая Россия». Тоже они нам оказывают большую помощь. Вы также собираетесь вот вместе, вот как Татьяна Николаевна говорит, на той же площадке? Или вы как-то отдельно существуете, волонтёры Победы? Мы существуем отдельно, но включены всё-таки в штаб «Мы вместе», поскольку в клуб, извиняюсь, да, «Мы вместе». Всё-таки это все вместе, прямо отсюда и название. Какая-то помощь необходима извне? Помогает ли как-то правительство региона? От кого из таких вот власть-предержащих вы видите поддержку? Он нам помогает замечательный комитет по делам молодёжи и правительство тоже Тверской области. Все на нас вышли, то есть мы со всеми работаем, сотрудничаем в одном ключе. Да, Ирина, хотелось бы добавить, как раз затронули эту тему, кто помогает. Буквально вчера произошло совещание о том, что Министерство транспорта выделяет бесплатные проезды для волонтёров, которые будут развозить рецептурные лекарства и продукты питания. Будут предупреждены контролёры и водители автобусов на тех маршрутах, куда будут выдвигаться волонтёры, развозя рецептурные лекарства и продукты питания. Это если рецептурные лекарства и продукты питания не занимают большого количества места, да? Как вот Марк рассказывал, что часто нужна чисто физическая сила. С транспортом насколько помогают вам? Здесь вопрос в том, что также хочется сказать большое спасибо правительству Тверской области, муниципальных образований, которые идут навстречу и выделяют данный транспорт для довоза продуктов и развоза волонтёров, а также подвозу врачей к месту работы и службы. Здесь мы говорим большое спасибо, потому что включаются все. Мы сегодня обсуждаем ведь не только областной центр, потому что помощь нужна по всему региону. Насколько там, вот то, что собирается, Татьяна Николаевна, Вы сказали, у Вас на базе, это приезжают из других районов области или там уже существуют свои очаги добра? Ира, я добавлю только единственное, что в каждом муниципальном образовании уже есть ответственный за работу. А, то есть штаб работает в каждом муниципальном образовании и есть где собираться им, и они уже сами решают круг своих обязанностей. А вы координируете, да, и проводим занятия, и всё, Татьяна, кого он скажет. Марк, скажите, насколько существует необходимость сейчас в транспорте? Вам же нужно довезти, пусть, возможно, сейчас на данный момент не очень много заявок, но... Поверьте, от того, что их не очень много, это не значит, что они не все друг от друга далеко разбросаны по карте нашего города. Вот по опыту выезда по первым заявкам уже, которые поступили сейчас осенью, мы объехали весь город. И Химинститут, и Сахарова, и Мигалова, это всё за один день. Вот, хорошо, у нас было две машины, потому что одну машину нам выделало как раз-таки правительство, одна машина была наш автоволонтёр, студент-медик, вот. И, соответственно, мы как бы... Ну и также машины выделяли различные структуры, это Инго Страх, Капитал Групп, которые тоже помогали своим транспортом. Вот. Соответственно, сейчас потребность в транспорте, как только будет возрастать количество заявок, соответственно, и потребность в транспорте будет также возрастать. Потому что чем больше будет транспорт, тем быстрее мы сможем всё это доставлять и возвращать. Будем обращаться. А Марк сказал, автоволонтёр, то есть здесь помощь не только в тех нужна, кто доставляет, но и на чём доставляет. То есть волонтёр-то могут быть разные, да? Волонтёров очень много функционалов. Могу сказать, по работе нашего регионального штаба «Мы вместе», который возглавляю, у нас есть следующий функционал, это работа нашего колл-центра, тех девушек, которые прозванивают заявки после того, как они поступили в систему ОНФ «Помощь» с горячей линии. Это те ребята, которые доставляют непосредственно продукты. По большей части это все у нас молодые люди, вот, потому что разные ситуации могут быть, и в вечернее время тоже доставка происходит, и как бы, чтобы не случалось каких-либо опасных ситуаций, у нас это чаще всего выполняют только молодые люди, вот, и существуют у нас те, кто курирует волонтёрскую службу, те, кто курирует у нас работу как раз-таки местных штабов, которые открыты в каждом муниципалитете, и вот такие у нас различные у всех функционалы. Марк, по одному адресу приходится выезжать несколько раз в неделю, или вы на автомате, что называется, вот у вас есть адрес, и вы его обслуживаете? Вы, наверное, через день, через два, какой-то вот такой график, шаг, есть ваша работа? У нас алгоритм работы следующий, он остаётся такой же, как в первый наш период работы весенней, это заявительный характер. Заявитель подаёт заявку, мы выезжаем. Естественно, мы знаем, что есть определённый ряд заявителей, которые, так сказать, являются постоянными у нас, и они там каждые три дня или каждые четыре дня нам звонят. Естественно, мы видим их заявку, мы примерно уже знаем, что им нужно, вот. Но заявки всегда поступают, мы выезжаем именно по заявкам. Аня, вы также, вот, ветераны обеспечены теперь сотовой связью. Всё, что им необходимо, вы также помогаете. Это и лекарства, и те же самые продукты? Да, то есть к нам уже непосредственно звонят ветераны. Вот как раз-таки на прошлой неделе звонил наш любимый Кладкевич Иван Евгеньевич. Ему нужно было сходить в аптеку, поскольку он всё-таки граждан у нас такой ответственный, из дома не выходит. Вот мы пришли к нему, он дал нам перечень, какие ему необходимые лекарства, сходили в аптеку, принесли ему. Что ещё сделано волонтёрами победы в этом непростом периоде времени? Как помогли действующим ветеранам, возможно, какой-то уход за братскими захоронениями? Да, конечно, это одно из наших направлений — сохранение благоустройства памятных мест, воинских захоронений. То есть волонтёры выходят на места, убираются. Вот сейчас была осень, листву собирали, чтобы всё-таки память у нас не забывалась, была в надлежащем виде. Это вот то, о чём мы говорим, что не существует. Года 75-летия победы и дальше. Всё это не должно уйти из нашей памяти. Татьяна Николаевна, несколько слов мы начали об автоволонтёрстве. Какие ещё по России вот такие необычные виды волонтёрства, наверное, нужно тем, кто сидит по своим квартирам, по своим домам, нужно очень много. Это же целая жизнь. Да, я вот, знаете, хотела бы добавить такую вещь. Вот вторая волна пандемии, она, с одной стороны, повторяет те запросы, которые были на первом этапе, но, с другой стороны, у нас сейчас появилась ещё одна очень большая проблема. Люди, которые всё это переживают в условиях изоляции, люди, которые столкнулись с тем, что постоянно рядом кто-то заболевает. Психологическое состояние общества меняется. Психологическое состояние общества очень тяжёлое. И поэтому сейчас, вот у нас уже обсуждался этот вопрос, у нас есть горячая линия, вот тот же телефон, который назвал Евгений, по нему можно обратиться и попросить, чтобы связались с психологами. Очень многие волонтёры-психологи сейчас подключились к оказанию психологической помощи. И это очень важно, потому что иногда для того, чтобы человеку стало легче, не нужно столько лекарств, нужно услышать, почувствовать, что ты всё-таки не один, что тебе помогают, что ты делаешь всё правильно, или наоборот, как правильно делать, и так далее. Это первый аспект. Второй момент, о котором мне хотелось бы сказать, вот мы всё говорим сегодня о том, что мы помогаем пожилым, маломобильным и так далее, но я хочу сказать, что пожилые люди у нас разные. У нас есть очень активные пожилые люди, и они готовы, и особенно сейчас, вот эта вот изоляция тяжёлая, они готовы быть тоже волонтёрами. И они много умеют, очень активно понимают, когда к ним обращаешься с просьбой. У нас это движение только начинается, я думаю, скоро у нас будет активное движение серебряных волонтёров в области. И сейчас мне хотелось бы сказать, вот мы, когда работу клуба вместе, мы вместе будем разворачивать дальше, я хотела бы пригласить и людей старшего возраста, потому что ведь виды волонтёрства. Вот, например, есть такой проект «Бабушка онлайн», когда пожилые люди оказывают помощь детям медиков. Они в большей степени сейчас, ну, может быть, оторваны от родителей, которые с ушками работают. Да, медики оказывают помощь нам с вами, да, их не бывает часто дома. Конечно, можно рассказать онлайн-сказку, можно онлайн-побеседовать по-доброму, научить вязать, там, вышивать и так далее. Или же самим бабушкам связать те же самые варежки и носки, они же всегда нужны. Абсолютно точно. Таких видов, вот, ну, очень много всяких, не только, действительно, автоволонтёры. Вот что я умею, умею я делать, допустим, хорошо, там, какую-то продукцию, там, шить, вышивать, вязать, или я умею готовить хорошо, я могу рассказать. Да, вот те же пирожки из печи, да, или сыр, молоко. Ну, научить, подарить и поддержать тех, кому сейчас трудно. Поэтому тут очень много может быть. Люди, у нас есть педагоги, которые старшего возраста, они прекрасно могут вести образовательные курсы, хоть по иностранному языку, хоть по каким-то предметам. А ребята, которые мало общаются сейчас с педагогами, ну, в силу, опять же, ситуации, вот такая репетиторская помощь, она очень нужна. У нас в университете есть студенческий проект, но мы в него приглашаем всех педагогов, когда онлайн можно получить консультацию по требованиям единого государственного экзамена, по особенностям обучения. Ну, то есть очень-очень много всяких направлений, которые сейчас, вот если я что-то умею делать, я могу предложить, и наверняка с удовольствием будет эта помощь принята в нашем клубе. Да, может быть, это будет единственное неповторимое, когда больше никто такого предложить не сможет, даже если вы музыкант, да, даже если вы актёр. Вот как можно же и показывать и спектакли, как-то всё интересно, да, Жень? А вы говорили, что были случаи, да, что предлагали, и выпечку свою, да? Да, конечно. Абсолютно разные направления. Да, конечно. На первом этапе у нас и владельцы пекарен предлагали свою продукцию для бесплатной раздачи нуждающимся, особенно малобобильным гражданам. А также вот к нам обращались люди, которые, как вы уже сказали правильно, фермеры, которые предлагали молоко, творог. И мы развозили, как раз, ребятам-волонтёрам, чтобы они, как говорится, могли поперекусить, а также ввозили в больницы врачам, именно те, которые как раз находятся, работают в красной зоне. Большую помощь оказывали нам и волжский пехарь, и заухлеб своей продукции. Многие предприятия и многие граждане очень хорошо откликнулись на оказание помощи, о чём мы сейчас с вами и говорим. Да, очень прекрасная идея по поводу того, что сейчас многие дети находятся на удалёнке. И с ними нужно развиваться не только именно, чтобы они понимали, что их заставляют проходить школьную программу. Их нужно развивать и таким вот образом, как у нас было по Юнармии, это и посещение музеев онлайн. То есть мы проводили данные экскурсии, у нас был такой проект, и несколько музеев на военную тематику мы показывали в Зуме, ребята могли подключиться и посмотреть. Правильно вы говорите, что можно сейчас привлечь различных музыкантов, различных выкалей, даже спортсменов. Потому что по линии Юнармии у нас как раз именно проходили, по линии Зум, именно там чемпионы мира проводили зарядку. И то есть дети подключались, повторялись за ними различные упражнения. А почему бы и нет? У нас очень много людей, которые готовы выйти на это и поделиться своим опытом. Я думаю, что это должно быть востребовано. Мы принимаем заявки по волонтерству, кто что может предложить. То есть мы никого не откидываем, никого не отрицаем. Можно звонить в исполком Общероссийского народного фронта к нам и оставлять свои пожелания. Я, например, могу быть автоволонтером. Да, у меня есть машина, я готов, у меня есть такое-то время, я готов оказать свою студию. У меня есть продукты питания, я готов кому-то их передать. Пожалуйста, обращайтесь. Телефон... Вот этот телефон, который мы называли, это в горячей линии? Нет, это телефон федеральной горячей линии. Это федеральная горячей линии, да. А телефон исполкома, это код города 666... 4822... 22... 666... 666... 253... 253... Анечка, скажите, пожалуйста, вот мы с Марком говорили, относительно того, что столько желающих, что есть из кого выбирать. У вас тоже желающие общаться с ветеранами, общаться с пожилыми людьми. И что больше, что необходимо сейчас нашим уважаемым ветеранам по-вашему? Им нужно просто общение, поскольку они все-таки сидят дома, никуда не выходят, просто поговорить. Даже за кружечкой чая волонтеры пришли, естественно, в средствах индивидуальной защиты, посидеть, поговорить, узнать, как дела. Все, больше ветеранам в нашем ничего не нужно для счастья. И даже если у этих пожилых людей есть и внуки, и правнуки, и дети, кто-то ухаживает, все равно вы необходимы, да? Как частичка, которая соединяет с внешним миром. Да, конечно. То есть мы также общаемся, перенимаем от них все знания, да, вот о Великой Отечественной войне, потому что сейчас же происходит большая фальсификация за рубежом. И как раз-таки кто, если не мы, можем рассказать действительную правду. Да, и наоборот, от них чего-то больше узнать и донести, да, до подрастающего поколения. Да, до следующих поколений. Давайте хранить нашу память, нашу историю. Женя, несколько слов о акции, которая состоялась не так давно. Общероссийский народный фронт проверял аптеки, да, региона, проверено свыше сотни аптек. Вы что проверяли там и какие выводы? Значит, вопрос в том, что данная акция проходила по всей Российской Федерации, да, в каждом субъекте. Общероссийский народный фронт мониторил аптеки на наличие лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19 и различными заболеваниями грипп, пневмония. И сейчас в данную погоду многие различные ОРВИ. То есть я знаю, что у вас даже, когда вы приходили в аптеку, у вас был список целый. То есть вы не просто, вот, существует список, необходимый? Совершенно верно, да. Так как очень часто сейчас проходят заседания по линии здравоохранения, так как это является одним из национальных проектов, нам давались указания, именно какие лекарства проверить. То есть какие лекарства от тех или иных заболеваний мы должны спросить в аптеке. И их наличие, и их присутствие в той или иной аптеке. Нами было проверено более 147 аптек. Это 49 в муниципальных образованиях. Они в центре Твери, да, по районам области. И по районам области было все проведено. Большое участие, хотелось бы сказать, спасибо организациям, которые приняли участие в данном мониторинге. Это представители медицинского обязательного страхования, это Ингострах, Капитал, Группа, Альфа-страхование. Они все подключились, и была показана явная картина, не приукрашенная, а именно то, что есть, и чего не хватает. Женя, а вот сейчас несколько слов. Какова эта явная картина? Мы можем успокоить жителей региона, что все необходимое есть? Вы знаете, вопрос в том, что президенту Российской Федерации как раз именно и было указано провести данный мониторинг на тему того, какие лекарства необходимо в первую очередь или завести, или увеличить их производство. Поэтому успокоить народ можно тем, что в Тверской области какие-то лекарства отсутствовали, это 1,1%, 1,2%, при недозоле, например, 10% отсутствия лекарств. А в основном, в принципе, лекарства они есть, так как есть сетевые аптеки, которые, если в этой аптеке сейчас нету, то на заказ можно заказать и привезут. И привезут, и даже домой доставлять. То есть сейчас эта работа закончена, но все данные Вы отправляли в Министерство здравоохранения, то есть все это поступало для анализа и чтобы исправить ситуацию. Да. А Марк, скажите, пожалуйста, что Вы можете сказать жителям Тверского региона? Вы видите непосредственно, как работают сейчас в эти дни, как работают врачи. Ведь помощь врачей Вам тоже, как будущим специалистам, она крайне необходима. Те, кто сейчас тоже на передовой. Я могу сказать главное, что не пренебрегать ни в коем случае всеми средствами индивидуальной защиты, всеми теми правилами и нормами, которые введены в нашем регионе. Соблюдать дистанцию, надевать маски, обрабатывать руки. Не пренебрегая этими средствами, мы как только можно быстрее приводим эту пандемию к своему логическому завершению, когда она наконец-то пойдет на спад. Искренне хочется надеяться, что все это будет протекать как можно быстрее, что в скором времени начнут поступать добрые новости, как это было в конце мая, что новые инфекционные госпиталя, уменьшается в них количество поступающих заболевших, и, соответственно, они начинают сворачивать свою работу и открываются уже как те профильные лечебные учреждения, которыми они являлись до пандемии. Очень хочется услышать в скорейшем времени подобные новости, и я надеюсь, что наше население понимает, что это в первую очередь зависит именно от них. Вопрос в том, что недавно была передача как раз в этой же студии по поводу того, что про антибиотики речь шла. Здесь сидели врачи, которые отвечали на все вопросы, которые задавали в студию. Единственное, что наши люди понимали, что не надо заниматься самолечением, для этого существуют врачи, И врачи у нас существуют, помощники у нас существуют огромные движения. Совершенно верно, потому что можно себя убить теми или иными лекарствами, посчитая, что если я купил антибиотик, и всё, я его выпил, значит, я выздоровел. А можно навредить, потому что есть побочные. Да, сейчас несколько другое время. Татьяна Николаевна, ваши пожелания жителям региона? На вас так вы улыбаетесь, на вас очень приятно смотреть, вы излучаете оптимизм. Ну, я бы хотела сказать, может быть, не то, что вы от меня ждёте, потому что вот мы говорим, что сейчас очень активно развивается по-русски добровольчество, по международной терминологии волонтёрское движение. Мы действительно очень рады, что наша молодёжь, что наши работающие люди активно включаются в это движение. Но я давно в добровольчестве. И я хотела бы сказать жителям, что не все правильно понимают, кто такие добровольцы, кто такие волонтёры. Во-первых, наша молодёжь сталкивается с тем, что родители, а бывают и бабушки, и дедушки, не очень одобряют их эту деятельность. Это же опасно всё-таки, особенно в полуе. И они говорят, что нам приходится преодолевать вот эти вот стереотипы отношения, что не твоё это дело, это пусть другие. А второй момент, вот мы очень часто ещё бывает сталкиваемся с таким отношением населения, когда звонят, просят добровольцев и говорят, нам должны сделать вот то-то, то-то, то-то. Слово «должны». Это вот, я всегда говорю, вы примените к тому, что вы просите об этом вашего знакомого человека. Ведь человек и так уже предложил свою помощь. И спасибо великое вот нашим волонтёрам-медикам, нашим волонтёрам-победы, нашим активистам разного возраста, которые находят в себе душевные силы и желают быть полезными. Но я бы не хотела, чтобы наша молодёжь сталкивалась и наши добровольцы сталкивались именно с таким отношением, потому что иногда это отталкивает от добровольческого движения, и человек говорит, ну я не хочу, мне обидно, что ко мне такое отношение. Я думаю, что прислушаются. Уважаемые друзья, подходят эфиры к концу. Спасибо огромное за вашу работу, прежде всего. К вашим советам, я думаю, прислушаются, да, уважаемые жители региона. Уважайте тех, кто вам помогает. Это безвозмездная и необходимая помощь. Ирина, я хотелось бы поздравить в преддверии Дня Матери всех женщин, всех матерей именно с этим праздником, и чтобы все были здоровы. Спасибо огромное. Будьте здоровы. Всё будет хорошо. До свидания. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok